Формат для меня новый, поэтому я надеюсь на вашу определенную поддержку. Если вам этот контент зайдет, буду делать его гораздо чаще, потому что, в общем-то, он не особо прихотлив в изготовлении, но тем не менее. Начнем, наверное, с первой сделки. Здесь мы видим на часовом таймфрейме, мы подошли к верхней границе зоны стоимости, то есть к верхней границе. Я здесь ожидал сужения диапазона расширения вниз, но залез в шарты, не дождавшись, собственно говоря, расширения вниз. Это моя ошибка, за которую я потом немножко поплатился. Еще минусом этой сделки могу отметить, здесь зеленый уровень, если вы видите на 5-минутном таймфрейме, это, собственно говоря, недельные объемы. Я, по сути дела, заходил в пробой этих недельных объемов. Я подумал, что вот эти вот объемы, которые сверху накопились, желтая линия справа снизу на минутном таймфрейме, это не часовые, собственно говоря, объемы, потому что их вполне достаточно для того, чтобы толкнуть цену ниже. И еще здесь, если вы обратите внимание, появился достаточно такой неплохой объем прямо по хаям, потому что появились, собственно говоря, уже такие продавцы. Но продавцы были не настолько сильные, поэтому эта сделка у меня вышла по стопу. В последующем этот день не стал торговать, потому что не особо понимал, что здесь, собственно говоря, делать. В общем-то, мы, грубо говоря, на локальных таких хаях находимся, с одной стороны. С другой стороны, вроде бы, есть еще потенциал до 78-600. Я не особо понимал, что здесь делать, и, в общем-то, пользуясь правилом, не понимаешь, не торгуй, я, в общем, сохранил себе немножечко часть своего капитала. Вторая сделка. Здесь примерно тот же самый принцип, только подошли мы уже на немного другой зоне. Если мы видим сверху, у нас формируются объемы. Примерно то же самое, что и в предыдущей сделке, только здесь есть огромный плюс. Недельные объемы у нас внизу, и поэтому я планировал сделку как раз-таки до недельных объемов. Подождал пробоя дневного объема, чтобы быть совсем уверенным, что у нас произойдет сейчас определенное движение, потому что еще раз ловить стоп мне явно не хотелось. Плюс здесь появление так называемой классической двойной вершинки, хотя не сторонники двойных вершинок, но тем не менее. И видим, что у нас было довольно неплохое движение вверх, на котором, собственно говоря, продавцы провалились, и прямо по хаям опять-таки проходит объем. Очень хорошая торговая формация. Она работает, в принципе, не только так вот внутри дня. Я ее частенько использую даже в среднесрочных сделках, но прям очень хорошая. Ну и, естественно, рынок пошел вниз, частично фиксируясь на точке открытия рынка, где у нас раньше происходила, соответственно, верхняя граница зоны стоимости. Плюс здесь прошел самый крупный объем за час, плюс еще рынок упал, и мы видим, что здесь в целом объемы очень сильно выросли. Я так подумал, что как раз-таки мы подошли, скорее всего, к лимитам покупателей. Сейчас рынок начнут потихонечку выкупать, и все-таки ожидал такой довольно неплохой коррекции, как минимум к диапазону 78-200, может быть, туда ближе к хаям. Этого, конечно, не произошло, слава богу, так сказать, да, диапазон пошел еще ниже. Мы дошли, соответственно, до цели, до которых я изначально планировал, то есть к предыдущим, можно так сказать, хаям. И, в общем-то, уже где-то, уже вот так вот, по-моему, под вечерку я уже фиксируюсь окончательно. Фиксируюсь, потому что, ну, во-первых, мы стали очень сильно вырастать через шпильку, плюс у нас всплески объемов стали появляться, что тоже указывает на таких очень активных доминирующих покупателей. И самое главное, мы сформировали, получается, часовой объем выше предыдущего, что указывает на то, что покупатели готовы покупать по более высоким ценам. Ну, еще один из таких моментов, конечно, мне в этой сделке немножко повезло в том плане второго выхода, потому что все-таки мне нужно было, я немножко не договариваю, уезжать в тот момент. Вот, и поэтому перед уездом я тоже решил зафиксироваться полностью, потому что, в общем, ну, такое, так сказать. Следующая сделка, трендовый ударный день. В очередной раз убеждаюсь, что новости торгуются, собственно говоря, по теханализу и торгуются в основном по объемам, которые есть. Поначалу я пытался купить, здесь логика очень простая, сформировали, соответственно, недельный объем чуть выше предыдущего, покупатели готовы покупать по более высоким ценам. Плюс, если мы обратим внимание на минутку, мы подошли вниз, у нас происходит всплеск по объемам, резко происходит пробитие часового объема вверх. Я так подумал, что, в принципе, есть все потенциалы дальнейшего движения вверх, в верхний диапазон 78500, то есть примерно до туда. Вхожу в лонги, рынок очень сильно выстреливает, я не помню, на чем он выстреливает, то есть, по-моему, какая-то даже новость, что ли, вышла или что-то такое. Резко формируется объем прямо по хаям, рынок открывается с огромной шпилькой, начинает разворачиваться вниз. Здесь я уже начинаю понимать, что происходит что-то непонятное в рынке, то есть, уже начинает пахнуть жареным, фиксирую 10 лотов, стоп чуть-чуть подтягиваю выше, потому что понимаю, что все может закончиться очень печально. Потом все-таки решаю, все-таки стоп поставить за недельный объем, и с тем расчетом, что если недельные объемы не выкупят, и у нас там не появятся покупатели, то это значит все. У нас тогда уже происходит ложный пробой, захват ликвидности, называйте это дело как угодно, с тем расчетом, что мы дальше поедем вниз, примерно на стопах до 77-800, на стопах покупателей, которые пытались купить, соответственно, от этого объема. В общем-то, так оно стало происходить, меня исполнило по стопам, потом я смотрю, что, в общем-то, ситуация очень благосклонна для того, чтобы продать. Если вы обратите внимание, здесь немножко не захватило, на минутке у нас, соответственно, ложный пробой, шпильки, объем сформирован сверху, плюс у нас самый большой объем за последнее время, тоже он формируется в основном наверху, рынок пробивает, соответственно, часовые объемы, и начинает расторговываться вниз, плюс у нас формируется так называемая ступенька по Артему Звездину, как я ее называю в последнее время. Захожу в шарты, по сути дела переворачиваюсь, немного фиксирую у ближайших хаев на 77-800, понимаю, что после такого ложного пробоя, конечно, мы с большой вероятностью полетим еще дальше ниже, потому что внизу как раз-таки очень много стопов, но на данный момент мы видим здесь появление покупателя, поэтому, чтобы не рисковать, опять-таки, фиксирую 10 лотов, с расчетом, что инструмент у нас может свалиться вниз, фиксирую, прошу прощения, 5 лотов. Дальше рынок очень долго пилил, это была такая достаточно жесткая пила, ну, не самая жесткая в моей торговле, но такая, в общем, неприятная, в которой, так сказать, посчастливилось побывать. После этого я вижу, что у нас формируется примерно схожая ситуация, только теперь чуть-чуть повыше, то есть рынок у нас идет вверх, упирается об верхнюю границу зоны стоимости текущую, плюс у нас, соответственно, сверху месячные объемы, я решаю еще немножечко долиться, стоп поставил за недельные объемы, с тем расчетом, что если пробьем недельные объемы, выйду тогда с небольшим стопом, и плевать, так сказать, на этот торговый день, потому что на тот момент неделя уже была в прибыли. Мы пробиваем дневной объем достаточно хорошо, что явно указывает на таких очень хороших, собственно говоря, продавцов в текущем моменте, откатываем к ним с обратной стороны, это идеальная точка входа, чтобы долиться, здесь я доливаюсь, но жаба-жаба меня очень сильно душила, надо было доливаться еще больше, доливаю всего лишь 3 лота, что в рамках текущей позиции 30 лотов, но как-то такое, в общем, совсем-совсем ни о чем, надо было больше доливаться, вот жалею, что не долился больше, потому что дальше стало происходить достаточно неплохое падение, которого я, если честно, не ожидал, потому что все-таки близилось к вечерке, я ожидал, ну максимум, мы дойдем, в принципе, в этом трендовом движении, до 77, примерно 400, 77, 350, и там уже я покроюсь, как бы уже под вечер. Рынок стал очень сильно валиться, он стал валиться все-таки больше на новостях про Байдена, про всю эту историю, там, где я изначально планировал на 77, а 400 я покрываю часть своей позиции, с тем расчетом, что если начнет рынок развивать дальнейшее движение вверх, выйти, так сказать, по безубытку, даже в плюсе, плюс здесь еще такой немаловажный момент, рынок формирует объемы у нижней границы, то есть не просто так я здесь кроюсь, а потому что объемы сформировались внизу, все это происходит на уровне, я стал понимать, что здесь, скорее всего, появление покупателей, да, действительно, покупатели были, но все-таки инструмент у нас стал валиться еще ниже, еще ниже и еще ниже, но опять-таки, такого падения я прям не ожидал. Стоп я передвинул чуть выше 50% этого падения, с тем расчетом, что если такой же волатильный всплеск будет, потому что, ну, я понимал, что это Байден, что это новости, уже на тот период вышли какие-то сводки, с тем расчетом, что если будет очень жесткий откуп, тогда меня исполнит, я выйду, собственно говоря, в прибыли. Еще часть крою в самом низу, опять-таки, на всплеске, понимая, что сейчас уже начнется вечерняя сессия, на котором, в принципе, уже чего-то ожидать такого, ну, как бы, сами понимаете, не особо, ну, и остаток я крою уже тогда, когда надо было выходить по времени, не стал переносить эту сделку через ночь, если вы помните дальнейшее движение, там рынок очень сильно развернулся, и я, в общем-то, не жалею, что я вышел из этой позиции. Вот такие, в общем, сделки. Еще раз говорю, что если вам этот формат зайдет, постараюсь сделать его немножечко почаще. Мне, конечно, легко его делать с одной стороны, но с другой стороны, я внутри дня уже давно не торговал, если честно, и руку я все-таки отбил. У меня здесь есть, опять-таки, вот первая сделка, связанная с минусом, она как раз-таки ошибочная, просто потому что сам придумал свои правила системы, сам же их и нарушая, зачем. Ну, в общем-то, не без стоп-лосса в этом плане. Всем удачи, счастливо, зарабатывайте. Напоминаю, что на мой курс обучения действует сейчас скидка 20%, ссылку найдете в описании. Счастье, благополучие, счастливо, в общем, перейдете, приобретете. Пока.